Царю Небесный Царю Небесный Царю Небесный Открывать тайны мироздания ученикам своим. После этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали, врави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Спотыкались ночью хоть раз? В туалет ходили ночью? Еще и днем спотыкались. Было такое, да? Вот ночью очень неохота ходить в туалет. Ну, кто живет в свой туалет на улице, ночью совершенно неохота в туалет. И когда живот заболел, начинает крутить. Ну, это просто кошмар, если ты на улице живешь. Если дома, ну, на улице туалет, если. Еще добежишь, не добежишь. Не добежишь, не добежишь. И прям готовый уже, как говорится, хоть с затычкой ночью. Почему? В ведро нужно ввести. И поэтому нужно вести себя очень правильно, чтобы для тебя день был, а не ночь. Понятно смысл? Представили себе, бегущим по большой нужде в туалет. На ночь не есть. Да, да, на ночь ни в коем случае не есть ничего там. Какой-то на овощи. Ну, другое дело, есть еще и запоры. Там можно что-то, какие-то там сливу съесть, или кефир, если бы молостный. Ну, чтобы это... Ну, а так, конечно, надо вот поел там 6 часов, и все. И теперь это... Дальше там идет молитвы там идут, занятия, молитвы. Ну, то есть занимайся духовными делами. Хочешь отдохнуть сильно, если хорошо. Все. Вот Господь об этом и говорит. Пока есть свет, вы по свету делаете дела добра. А потом ночь придет, ночь, и все, и не будете делать. Когда смерть настанет, и вы ничего не сможете доброго сделать. Вот бы братья-то сюда бы сели тут. Сюда бы кто-то из братьев сел. Сюда. Брат, садись сюда. Садись, ты будешь это... Ну, почему бы с смертью на поколение? Сидавится это, не можешь. Ты же уже ничего не делаешь. Ну, про это Господь тут и говорит. Он хочет их подготовить тому, что они сейчас встретятся со смертью. Они же боялись смерти. А Господь их подготавливал. И Господь подумал, ну, как их подготовить? Это же все Господь сделал. Ведь не мог Сатана прийти просто так и Лазаря при... Как друг Господа и взять его. Нет, конечно. Значит, Сатана там пытался на какие-то договоры там или что делать. Он же не... Мне вообще интересно. Сатана, как он посмотрел на Господа, когда он мне сказал, выйди вон. И он так и не узнал, кто он. А почему? Такой пределы были. Четвертодневный Лазарь. Обычно все на три. А тут вдруг почему-то четвертый день. То есть был он мертвый, не мертвый. Сейчас до сих пор идет. Да это не мертвый он был там, он так это немножко... А там смердит, они говорят, смердит уже. Но это как бы убирают все. Ну, то же самое, как о распятии Христа. Да его так прибили, но не до конца. Или там пожалели, или это другой. А того спрятали. Ну, то есть стараются все время. И точно так же было и в то время. И вот... А Сатана, у него прибора ночного видения нет. Вот там, где ему не надо смотреть, ему Господь не покажет. Просто понимаете, как это все. Поэтому он как не увидел рождение Христа, он же не видел рождение Христа. Как не видел зачатия Христа, он не видел этого. Сатана. Он же как бы везде получается. Он вездесущий, там все. И такое впечатление, куда не зайди, там уже шпион его. Глаз какой-то. Как в этом фильме этот. Велстильен колец, там такой глаз саурона и все там видит. Ну, они все. Так и здесь. Господь что попускает, ему видит, он видит. А что не попускает, он не видит. Но так как жизнь идет Христа, и эта жизнь просто невероятная жизнь. Ну, мы удивляемся, как вот Игнатина. Сегодня вот 3000, там сколько там, 4000 стихов. Ну, что сказать. Ей главное, что там по делу все. Вот в чем дело. Не бестолковщина. Читаешь там иной раз Рубцова, там вот наш Рубцов. У Марины там в музее как раз культура вся представлена. Там читаешь Роберта Рождественского. Ну да, там есть там о любви к природе, к животным, к женщине, к небу, к государству. Ну, там, ну, нету с душой разговора. Или как Бог с тобой разговаривает, или как душа твоя с Богом разговаривает. Или как ты хочешь с душой примириться, тело твое. То есть этого нету. Это непонятно никому. Пытались книги Игната Тихоновича в Демидовский фонд отдать. Там разные-разные. Там поэмы, военная там драма, просто драмы. Поэмы там любовные, драматические поэмы, просто стихи. Они посмотрели его книги. Обратно отдали и сказали. У нас такой тематики нету. Так открывайте. А тогда он сразу выиграет. Да. А теперь жалуемся. А почему русским ученым Нобелевскую премию дадут? Да потому что вы такие же двуличные. В России, как и там в Америке. Какая разница? Что на Западе, что здесь такие же вы. Вы такие же двуручники. Вы такие же грешники, как и там. А почему? Да потому что вы, видать, прочитали просто. И у них глаза вот так залезли на лоб и. А что тут написано? Они же неверующие. Как вот эти книги будет читать нерожденный свыше? Да вы мне хоть вот доказательства приведите с уравнениями. Вот три, четыре таких тома. Я не поверю, что кто-то будет читать эти стихи. Не поверю просто, что не будет. Их не поймешь вообще, о чем там написано. Такое письмо, как будто ругается человек только и все. Больше ничего. Все и вечно недовольны чем-то. Если Библию прочитать, Библия это вечная недовольность. Господа нами. Вечная. До такой степени, что уже в первых главах бытия, он говорит, говорит Господь. Ну, если сказать, в шестой главе. Я... Как говорит Господь? Не помнишь? Я разочаровался. Раскаиваюсь. Раскаиваюсь в том, что сотворил человека. Разочаровался я хотел так преуменьшить. Ну, нет, брат, молодец. Раскаиваюсь. А может Господь раскаиваться? Господь до такой степени вот раскаялся. Вот одно дело, когда ты воображение нарисовал, а другое дело, когда вот надо все это сделать на деле. А вот у Господа интересно. Вот он когда придумывал, вот как говорит Златоуст, как художник, он ходил перед тем, как сотворить мир временный. Нас, с вами, там, животных, все остальное, небо, землю. Он ходил, как бы, и как художник, замысливал все это. То есть еще ничего нет, Господь только замыслил это. А вот у Господа это не прошло, как еще какая-то одна, какой-то, ну, другой этап там жизни. Оказывается, нет, понимаете? Нет. Господь замысливал, но на слово не положил. То есть не дал Христу, не дал задание второму лицу Престой Троицы сотворить все это. Понимаете? А Дух Божий, он должен, как вот эти рыбы осеменяют, вот эти икорки, чтобы получилось. Дух Святой, он должен был все это покрыть. И Дух Божий носился над водой. Странно, над водой, а что над водой-то? Над водой. Потому что земля невидимая не устроена, невидимая ее не видно с земли. По церковному славянски, невидимая и не устроена. Безвидна и пуста по-русски. Безвидна. Что такое безвидна? Ее не видно было, не видно. А из чего она состоит? Да вода была, вода. А вода что это? Златоуст говорит, вы думаете, носился Дух Святой над водой? Да это не та вода, о которой вы думаете. Что это как вот у вас там течет рядом в реке или там в колодце. Это другая вода. Это вода жизни, он говорит. Она такая подвижная. Ну перевод с греческого, там непонятно, что он хотел сказать. А мы знаем из чего состоит вода. Она состоит из двух газов. Вода состоит из двух газов. Каких двух? Кислород. Кислород и водород. Какой из этих газов мы сейчас видим с вами? Вот увидеть можем. И сказать, о, то это кислород, а это водород. Какой? Да ничего мы не увидим, потому что они бесцветные написаны. Да, все просто очень. Все. Вот если бы мы были на каком-нибудь индусском празднике у индусов там в Индии, мы бы увидели воздух. Они там как-то начинают стреляться каким-то порошком разного цвета. И вот все заволочено. И мы вот видим, да, цвет это розовый, это желтый, это зеленый, синий. Каких только у них там нету. Весь вот так вот, там площадь или что, все в этих. А его не видно. Вот все, сейчас ничего не видим. Никакого цвета он. Воздух никакого цвета. Так, ладно. Еще не начали читать, я уже договорился. На его место? Да. Итак, Господь говорит, нет света с ним. Спотыкается, потому что ей толковательное, небольшое толкование. Объявляет вперед, в начале. Чтобы они не смутились с неожиданностью, если бы он внезапно повел их в страну, в которую идти они боялись. Так как они боялись из-за него, ибо не имели еще совершенного познания о нем, и боялись за самих себя. Итак, говорит, доколе идет день, то есть пока еще не настало время страданий, вы не спотнетесь, ибо не встретите гонения от иудеев, ни другой какой-нибудь неприятности. А когда придет ночь, то есть страдания мои, тогда вы, сметенные, соберетесь в одном домике из-за опасения иудеев. Это 20 глава Евангелия Трана. Здесь будет сказано еще ниже. С того времени вы будете испытывать скорби и болезни, и много озлоблений и неприятностей, когда я, свет, то есть Господь Иисус Христос, свет, с большой буквы, не буду уже с вами жить телесно, то обоймет вас ночь скорбей. Ночь скорбей. Ну и мы тут говорили о смерти, это как бы самое последнее, что, а сейчас будет вот самая страшная скорбь, даже, как говорится, если такое выражение есть, жизнь без Христа это смерть, а греха не уважаю. Ну понятно, да? Да. Как же? Сейчас подождите. Без страданий? Нет, 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 нет. Жизнь без Христа. А, нет, это рай. В раю, если Христа не будет, то, ну в общем, понятно, да? То рай без Христа это ад, то есть вот такая мысль, поэтому и здесь тоже. Они не могли помыслить себе, они не хотели помыслить, что Христа не будет, и все. И у нас бывает такое состояние. Вот мы любим человека, все, и вот, ну там, бывает со всеми. Ну с ним не может быть, потому что вот так ты любишь человека, вот так ты не допускаешь ничего, что с ним будет. Вот так охота. Вот говорят, когда Сталин умер, то там такие были страдания, такие скорби там были вообще. Все, ну конец вселенной. И наоборот, точно было, когда Гагарин залетел, это мне мама уже рассказывает, все вот повывалили на улицу в этот день. Это был какой день, помните? 12 апреля. 12 апреля. 61-го года. 61-го года, да. Это были, это вот на радостном таком подъеме выскочили. А когда Сталин умер, на подъеме горя выскочили. И вот, ну там страна, десятки миллионов. Ну кто-то плакал, это кто-то от радости, это несомненно. Ходынка была, помним, на волне там получить подарок, что-то вот. И здесь тоже, Христа не будет, как-нибудь Христа до этого быть не может. И Господь идет им показывает смерть. Смерть пока, покажет смерть и покажет воскресение. То есть это такой контраст, такой переход. Это, вот мы с вами уже его не определим. Такое. Если мы не верующие, да, тогда там будем плакать, рыдать. Нас надо будет успокаивать, капли, и люди умирают даже от горя. Вот это такое есть. Как собаки своего хозяина ждут, ждут, и не едят, и так любят, что умирают. У нас же канонами прописано, чтобы мы не тосковали по умершим. Почему? Ну если мы верующие, Христос воскрес. Он воскресит же тебя. Ты должен дальше жить и другим рассказывать о Христе, о воскресении жизни. Если ты не такой, ты просто неверующий. И все. Ты грешник, как называет апостол Павел, грешники. Господь говорит, и грешники тоже делают для грешников. То есть это неверующие для неверующих так делают. А мы-то верующие, мы другие должны быть. Ну скажут, я ведь такие. Нет, если их хоть немножко поправить. Фотографируйте. Можно. Особенно, если хоронишь своих детей. Ну, тут даже Христос прослезился, сказано про Лазаре. Хотя он знал, что его воскресит. А если такая беда случилась, своего ребенка или ученика хоронишь, это тяжко. Это надо быть очень верующим, чтобы не уйти в какое-то уныние. Нет, уныние нет, здесь ни в коем случае. А вот прослезиться можно, я вот допускаю. Потому что только что человек живой был, ты с ним бегал, играл. И вдруг, на тебе. Хочу сказать, что когда у меня мама умирала, я там был, и вот перед смертью ее, она у меня попросила прощения. Все, я там читал Пасалтын там. И давай, говорит, с тобой поговорим, пока я, говорит, вот, все понимаю. Ей же наркотики прям ставили. Она только отходила, и опять наркотики. Чтобы она от боли. У ней боли постоянные были страшные. И она говорит, сынок, я сама сейчас молюсь Господу, чтобы он меня забрал. Я, говорит, все поняла, все. Ты не обижайся на меня. Ну, не огорчайся до того, что я что-то тебя бросаю там, или что-то тут. Ну, и просто, говорит, мне такое уже пришло. Я не могу уже выносить эти боли. Вот мне ставят наркотики, а я так жить не хочу. Ну, а как овощи уже. Все. Вот, очнулась там, что-то ей попытались покормить, она уже не ест. И опять, и бац, она опять отключилась. И все. То есть, даже представить невозможно. Сама попросила смерти, и со мной договаривается с сыном. Я говорю, я священника приведу. Там отец Александр пришел, там я ему рассказал. Ну, чтобы он там маму подкрепил и так далее. А он сам растерянный такой. Я говорю, ну, может быть, мы... Может быть, мы, говорит, Слово Божье почитаем? А матерья своей. Как мама умирала. Я говорю, может, Слово Божье почитаем? Он, ну, да, да. Я говорю, давайте вспомним Слово Божье. Как Лазаря Господь воскрешал, что все впереди у нас на смерти. Он, да, да, конечно, такой вдохновился. Начал маме там, ну, Валь, ты, сестра, ты уже это... Ну, и начинает там с ней так по-доброму. А не по-свойски, она же там с ним долго. Она там была как старость в храме. Ну, это к тому, что Господь подготавливает их. До того можно подготовиться, что просто самому даже попросить смерти у Бога. Вот такое бывает. Хотел пример привести. Вот такой пример у меня оказался. У других там умирают как-то, там, лежат, там, чесуют, как говорят. Вот так. Я хотел сказать, у нас там коробка стоит. Кто-то принес рамки на иконы. Возьмите, кому надо, даром. Мы привезли, он стоит здесь, она лишена меня совсем. О твоей маме я хотел сказать. Кабы она не была на этих занятиях, когда спросили об отца Геннадия Паста обо мне, никто бы не знал, что он ответил. Она сохранила это для всех. Как он вздохнул, как взялся за крест, как начал говорить. Короче, через секунду мне давать. Причем она сказала, что он как раз там были вот эти в университете и вот эти большие кафедры, которые вверх-то идут. Да, да. И он как раз шел вот так прям по ним. Он проходил записки, что ли, собирал он, что-то такое. И она его как раз прям спросила. Она, видать, прям рядом была. А у нас с ней тут разговор был. И она, Геннадий Фаст? Так он же такой, Игнатий Тихонович, ученик. Я говорю, да ты спроси его, он же там у вас лекции читает. Она, ну да, он часто приезжает, читает там публично. Да сходи. А я все стеснялась там. И вот она поэтому пошла специально спросить его. Она, ну как, не верилась ей, что такой человек великий. И ученик, ну, Игнатий Тихонович, который, в общем-то, ну, понятно, ну, кто, ну, как бы никто. И она когда спросила. Смотрите, что я сказал, будущее на тот год первосвященником, чтобы умер за всех. И здесь точно такая же картина. Вот, допустим, отца Геннадия спрашивает, вот у него сколько трудов вышло, книги. Он всегда подтверждает путь. Начал я в доме Игнатия. Там духовный наставник, кто другое. Отец. Он духовно растет и растет. А вот которые люди были, ходили к нам, твои родственники даже. И теперь, когда они стали уже против, а я и без него все это знал. То есть до знакомства со мной в университете он все знал. Значит, то, что в университете получил, это он не признает. Ему Бог отрезает. А что до этого было, у него там еще и нету. Страшная трагедия на этими людьми. И они не могут понять, что у другого, у другого. Бог слышит молитву. Чью мою или вашу, я не знаю. Но дело в том, что это абсолютно везде одинаково. Да я до ваших занятий все знал. Значит, занятия ничего не дали. Бог их убирает. А остается пустота. Вот штука какая. Это нельзя придумать даже так. Я хочу еще сказать, вот Игнат Тихонович, он этого не скажет никогда. Нет, он говорит тоже, но никто не понимает. Я теперь скажу еще вдобавок к нему. Почему? Потому что я единственный, кто пользовался его этой книгой. Я сейчас скажу, какой книгой вы скажете. Ну да. Эта книга называется, знаете-ка. Симфония на житие святых. Вы понимаете, что такое симфония? Никто, симфонию-то никто еще не понимает. Кто проповеди составлял сам? Вот проповедь родил кто хоть раз один? Ты симфонию листал, да? Ну я библейскую. А я про какую говорю? Нет, я понял про эту. Вот Игнатий Тихонович, вот эта симфония, это вот вся Библия, размонтированная по одному слову. Представьте, вот сколько в Библии слов, сколько страниц там в Библии. Вот в простой Библии, вот в кирпичике таком, сколько? Около 1500. 1500 страниц, получается, да. То есть получается 750 листов. И на каждом вот этом листике, страничке, сколько знаков, сколько слов там. Вот все это размонтировано есть. У меня были компьютеры, цитаты из Библии, поисковик. Я по ней понял. Да, сотни тысяч, да, это и есть, практически это и есть, только в электронном виде. И вот теперь представьте, это Библия, а житей святых, таких книг, 12 книг, и еще 13 книга русские святые. И теперь, я вот это вообще не представляю, я знаю, я пользовался сам, я пользовался, я прочитал жития святых, и кое-что в голове у меня отложилось. И поэтому, когда я составлял проповеди, то у меня примеры всплывали какие-то. И я думаю, а как вспомнить, какое житие святых, кто из святых? Игнатий Иванович, он так описал это все, он даже запоминал, какие памятные даты его. И я тогда брал, я тогда брал вот эту симфонию на жития святых, вот эту, и открываешь. Ну, допустим, вспомнил ты о том, как подчинялись от Господа животные человеку. И вот, а какое животное, какое подчинялось, какое, надо же читать, какие животные. Если не читал, ты не узнаешь, какие. Сейчас будешь гадать, там, панда, там, еще что-нибудь. Подчинялись львы, подчинялись. Медведи подчинялись. Подчинялись. Было, что и птицы тоже. Да, но это про животные говорим. Вот львы, медведи подчинялись. А было еще один святой, там, при римских императорах. Его отбивали олени, ну, вообще разные животные. Там олени всякие, там, прискакали, там, лошади. Его прям отбивали у римских солдат. Вот, прям стояли стеной, они не могли пройти. И он уже, ну, что же вы, вот так любили. И вы открываете вот здесь животные, или медведь, лев, ищите. И все, все-все, которые есть, жития святых, где. Иногда мне попадались такие места, которые у Инатина Ча тут нету. Тогда что он делал, видите, вот, глядя, вот, многоточие, две строчки. Вот он сюда специально оставил пустые места, вот, чтобы можно было подписать, кто, допустим, будет заниматься. И у меня в моей книге несколько мест таких подписано. То есть я трудился над этой книгой. И я думаю, что я единственный трудился над ней. Думаю, больше никто не смог это. Потому что жития святых больше никто не прочел. Но так как я давно читал, а так как я уже проповеди сам не составляю, Поэтому я отошел от этой книги. И теперь, чтобы возобновить ее, надо опять почитать жития святых. Вот так вот, понимаете? А здесь написано, ну, допустим, ну, глядите. Возвратился. Возвратился. Я не понимаю, как он мог на слово возвратился. Я понимаю, медведи там, львы их, понятно мне это. А возвратился, кто возвратился, куда вы, понимаете, как надо жития было запомнить. Жития святых. Их же 12-13 томов, я сказал, уже 14, кстати, да? Уже 14, наверное, да, томов. Есть там новые святые, русские святые. А есть новые святые, вот эти, которые после революции. Или вот воздух. Ну, воздух еще, да, может быть, ладно. Я скажу по примеру. Дьявол однажды обиделся на дно святого сильно и схватил большой камень. И нес камень над стадионом. И ударил этим камнем по ноге. А ты не знаешь, что теперь. Камень, слово по отфайлу, ты найди. Камень, ноги, дьявол. То есть это событие в трех местах указано. Ты одно слово вспомни. Одно слово. Симфония так делает. И ты уже нашел. Вот, глядите, глядите, дельфин. Дельфин. Вот раз, два, три, четыре, пять. Кто бы вспомнил про дельфина? На 12 томов пять раз встречается. Пять раз всего на 12. А он когда спросит, какая книга вам дала труднее всего, я ее взял в руки. Вот она. Ну да, я хотел продолжить. На неканонические книги. До этого какие были изданы, там, в Зелландии, православные. Рекомендую. Неканонические. Симфония на жития святых. Попробуйте Дыбунова переплюнуть. Я сейчас скажу, смотри, 11 книг, неканонические, какие были известны, я их все перемолотил. И на всех сказал, созданы непрофессионально. Очень трудно искать. И поэтому я глаголы, допустим, шел, пришел, ушел, все в одно слово, ты знаешь, двигался, все, достаточно этого. И это вот, у меня 18 коллекторов было, и все отошли. Они неканонические. Это размер, это все в Вернигородской библино-канонической книге. Это я оттуда взял, размер. Каким шрифтом делать, все оттуда взял. Как бы ни на Панаил судников, я равнах, мне бы не создать это. Ведь кроме того, туда включил отсутствующих 75, кажется, стихов. Третья книга Ездры, в седьмой главе. А это нигде не было никогда. Молитва монархии нету. 13-14 главы Даниила, которой нигде нету. Сюда все внесено. Понимаете, мне труднее всего сказать, а какая легче всего доставалась, чтобы я без мучения, без подготовки. Это четырехтомных стихов. Я каждое проповедь, вот это проповедь, я принес в Потеряевке. Если бы не уехал, я бы ее сказал. Не обидуйся, не обижайся. Но я ее добавил здесь. Мне не надо там было думать. Я ее увижу строкой, пишу и все. У меня переживаний никаких не было. Как спрашивают, как я каждый раз объясняю. В университете, ну то темы-то какие. Писатель тут был такой, можно знать, Юдалевич. Марк Осипович. Старый, старый. Старый был, да, он 90 с лишним лет жил-то. Он когда узнал, ну почему не печатайте. Он когда почитал у меня, у меня, говорит, ни одного такого стихотворения нету. С такой глубиной. Я вижу, что вот там белая дама являлась. Это проповеди. И когда вот, и смотришь, Пушкин, что говорю, Пушкин там зачеркнет, завтра опять слово зачеркнет. Я попробовал так, одно же дело. Зачеркнул, а утром встал опять тоже слово написал. Оно мне как обойма заложенная. А обид-то сколько бы на эти стихи бывает. Нельзя меня убивать за стихи. За проповеди, да, а стихи не мои. Я просто так. Бывает, казалось бы, вот я рассказываю, на море я был. Рыба с хашхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти и видел плавник. Как туша убитого кем-то пенвала, корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка. Объятие холодной волны над пропастью мглы с ледяной повязкой. О чем бы подумали мы, наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Иныкнут капитана, стар меха, проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, народ поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Вот сколько тут экспрессий, пережито все было, не где-то на море. А написал все это в тюрьме. Самые такие трогательные стихи у меня написаны в тюрьме были. Я как бы дух туда вложил свой, переживания. Вот еще о симфонии, а приведил Игнат Тихонович, смысл в чем? Это симфония теперь на неканонические. То есть вам нужно запомнить слово симфония в трех вариантах. Первый вариант симфонии, которая была издана протестантами, симфония на канонические книги, то есть 66 книг. Когда вы начинаете составлять проповеди, по слову Божьему только, не от себя тянув молоть, как Ткачев там или там это, а по-настоящему, то есть не без дураков. То, чтобы были Иоанн Златоуст, Василий Великий в толкователях у вас, а не сам ты там что-то придумал. То вам придется пользоваться и неканоническими тоже книгами. Их 11, немного их. Но если посмотрите на толщину, это вот это все, сейчас скажу, убористым текстом причем, значит получается 405 страниц, ну 400 пускай страниц будет, это конкретно, видите какой убористый текст, на каждой приведено, ну не меньше сотни слов. Пожалуйста, открой первую страницу, там предисловие, прочитай. Да, да. Я хотел, кстати, это сделать. Это прочитал, банкир главный, вы знали, который был здесь. Просчитал и говорит, вот это тоже такие там помогали. А где предисловие? Вот где крест. А вот это вот, да? Ну-ка, погромче. По благословению Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского, Царство Ему Небесное. Симфония, первый и наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию Святую и Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лавкина. Данное издание выгодно отличается, подчеркнуто это, от предыдущих своей полнотой в 2,44 раза полнее самой полной на канонические. Сейчас скажу. Точнее, там многим бы нету, здесь 2,45. Это Виктор помог, вот ее сын. Виктор Петеримов. Да, если бы не он, то нет, срывается никак. Симфонию на 5 книг я вручную готовил. Вот, представь, я иду в Новосибирск, ну, а там пересадка где-то в Черепаново, кажется. Ты когда сидишь, ну, пригородный поезд, вот такие вот, сиденья деревянные, а дальше пусто. У меня вот так эти книги, это листы разложенные. Здесь, здесь и силиза, проход туда. Я их чем-то прижимал. Я еду и продолжаю работать. Люди ничего не... Одни листы, чтобы не взлетели только, я никого не вижу. Каждое слово я должен валфавит завести. Валфавит до последней буквы. Вот срок, срыв, срез, заметьте, а, е, ю, там, вот, а на эту букву срез, там еще много есть. Срез она, допустим. Да, так вот, здесь это все учтено. Это вручную я делал. И должен был, когда писать, подставлять, я должен был помнить, где, на чем она окончила туда. Это даже сейчас невообразимо. Дальше, когда я сделал на 5 книг, вручную, здесь техникой, здесь работал компьютер, помогал, срывался, возвращались. А это вручную 5 книг, я их отпечатал все, отпечатал, переплел и подарил. У меня даже где-то сохранился образец, это Сирахова, вручную. А здесь электроника, помогли все выбрать, дословно. Даже выбрать, вообразить нельзя. Сколько раз Виктор делает, последним, как кто по рукам ударит. Нападалил, помогал. Это самая трудная книга для меня. Ну, приехали из библейского общества, я им сразу подарил 100 штук таких. 100. А тут экземпляр. Здесь же сидело 19 человек, вот тут вот по всем трем столам, 19 человек. И проверяли. Так, ты все прочитал там? Нет. Просчитайте дальше. Разве вы дадите все прочитать сразу? И удобством пользования подготовлено с использованием компьютерных программ для выборки всех слов. То есть, на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Ну, это на 2004 год. Я думаю, что и нет других. Так, так. Данная симфония сделана по образцу Вернигородской. То есть, слова даются не по падежам. Ну, то, что вы объясняли и форму. Еще остановимся на этом. Я не скрываю, что мне понравилась лучшая симфония на неканонические, Вернигородская. И там работали они 20 человек 5 лет. Сколько получается? Если один. 100 лет. Ну, 5 человек по 20. Здесь один. Ну, у меня дома на кроватях, везде листезии лежали, все туда вписывал. А потом нужно было все выбрать, точно по буквам до последней. И отпечатать. Невероятно. Даже как назад оборачиваюсь, оборачиваюсь. Это Виктор Гюго, когда писал там про Ватарлоу битву. Он взял бутылку чернил и закрылся. Холодно было. И стоя стоял. Он слышал ржание коней, запах крови. Вот у меня что-то такое было. А когда я это вот и делал, для меня все исчезло. Я стул вот так вот наставил. Лежит в окон, здесь фанерка. И здесь вот я теперь, когда делал, начитывал и прочее. Я это считал около 50 тему. Ты в Библию завели, Библия, и поставь мою фамилию. И там по главам разбито. Сколько гигабайт? Сколько слушать? В 89 часов, там 9 минут, 47 секунд. Вот так, медленно считай. Так говорит Господь. Вот таким темпом. Я дочитаю, Игнатий Ильич, уже, и мы пойдем. Я хочу, чтобы все поняли, потому что никто ничего не понял. То вы начали говорить. Передели на самом интересном месте. Я скажу только, я никогда не скрывал, что Библию впервые я получил из сектантов. Я не скрываю, что 50-ники были. И через 3,5 месяца, неполных 4, они меня уже поставили за кафедру. Я с Библии на березе ночью, там меня программировать надо было, ушел в лес и там проснулся на распадке тумана, я один с Библией. Ну, шампанель везде. Считай. И вот смысл в чем? Ну, то есть, тут по падежам, формам, никто ничего не поймет. Смысл вот в чем. В одну статью все это объединено. Допустим, на слово идти. Сюда же. И ходить, шел. Ну, понятно, да? Все, что к перемещению относится ногами. Писать себе по бокам, другие глаголы, движение. Это все надо было точно поставить по бокам. И теперь, допустим, слово ад. Ну, оно тут рядом. Вот ад у нас вообще. И ну, вот так, допустим. Ад, ад, адом. То есть, падежи. Ад, да, и так далее. Аду. А если делать по вот этим... По падежам. По падежам. То вы, этот, следующий ад будет очень далеко. То есть, а тут все. Вот про ад. Решили про ад что-то сказать вы. И вам не надо куда-то. Ну, кто проповедь составлял, тот поймет. Это, ну, просто... Вот это, вот ей очень легко пользоваться. А не канонические, которые вы мне подарили. Вот толстенькая такая вот эта протестант... Баптисты, по-моему, да? Да, ну, это за рубежом от них перебежут. Да, прям зарубежная. Там многих слов не было. Многих... Ну, 24 раза. И тяжело было бы искать слова. Ну, хотя, конечно, что там, или нет симфонии, или есть. Ну, это, знаете, это Библию надо так знать, вот, сильно. И я Библию немного знаю. Я прочитал 22 раза, вот, от кольки до кольки. Знаешь, на меня почему обижаются люди? Когда говорят, а почему до вас никто не взял? У меня ответ один. Потому что я еще не родился. Ну, да, это... Как вы себя прославляете. 15 комментариев. Почему до вас никто 900 поднял? Я еще не родился. Не родился. Андрея Кридского я на три ступени поднял. На три. Помилуй, благодарим и славим. Это так и должно быть. Молитва она трехэтапная. А он написал после великого греха, подписал, когда Аннафиму, 6-го и 7-го по собору. И у него, как 50-е псаломы Давыда. Почему никто до вас не писал 1100 лет? Потому что я еще не родился. И поэтому метара Тарабища сегодня в интернете мне подкинули. На севере будет маленький человек. У него останутся мудрые книги. И люди не поймут, как ему тяжело, когда хлебет они. И когда его не будет, только тогда это поймут. Смысл такой. Игнать Тихоныч, когда заводится, то не дочитаешь ничего. Можно я дочитаю уже? Да, давай. У нас уже все время. У меня уже поясняло. Да, уж пояснили. Еще есть, что я понимаю. Это выгода. Я хочу слог ваш просто, чтобы был. Это выгода отличает нашу симфонию от других и сильно облегчает поиск многих слов. В книгу также включены такие тексты Святой Библии, как 13-й и 14-й главы Даниила, молитва Монасии и отсутствующие в Синодальной Библии с 36-го по 106-й А стихи из 3-й книги Езды в 7-й главе. В Брюссельской Библии только она. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие как Ян Златоуст. Ну да, ну, чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Лаодикийский собор 59-е и 60-е правила, Карфагенский 33-е, Апостольское 85-е правила, Афанасия о праздниках, стихи Григория Богослова и Амфилохия. Ну и так, строительное 62-16. Ну хорошо, понял. Предисловие-то такое, что оправдание-то апостолы делали, каноны об этом говорят, не как сектанты взяли да выбросили. Нет. Вот это книга. Не забудьте, что мы сегодня проходили о Лазаре. Да. Понравилось, нет? Очень. О Лазаре проходили, поэтому. Ну вот вспомнили. Игнать Тихоновичу мы посвятили. Он наше... Потому что Игнать Тихонович приехал, он с нами. Кто готовится к пробу, не знает, тому подарю вот эту книгу. Блин. Изучай. Ты учитель. Учитель. Че, че вы сразу все, наверное, с глазками-то... Ну, он запредлагает. Все. Да, кто даст там проповедь говорить? Я говорю, проповедь здесь. Так, все. Проповедь можно готовить постепенно. Вот прям встал и проповедь сказал. Так, дерьмо. Достойно есть, якова истину, Блажите Тя, Богородицу, Присноблаженную и пренепороченную, И Матерь Бога нашего, Честничую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафим. Без искрения многослова рушую, Сущую Богородицу Тя величайя. Ирина, помолись, поблагодари. Благодарим Тебя, наш любимый Иисус, За то, что Ты нам подарил эту радостную встречу С нашим наставником, дорогим, Игнатием Тихоновичем Лапкиным, Что он вернулся к нам, И брат Владимир, Который как ангел для нас. Эта радость этой встречи нас греет, И пусть она всегда останется с нами До самого последнего дня В наших сердцах, в нашей памяти. И чтобы мы могли эту радость И другим людям отнести, И чтобы мы запомнили, что мы изучали, И эти памятные подарки, которые мы получили, Слава Тебе, Господи, за все. Распусти нас, Господи, с миром и благослови. Так, у нас самый старый среди мужчин я, А среди женщин Надежда Васильевна. Ей на 2 года больше добавлять надо. Так что, от Бога устрою, могу быть.